В выходные для жителей дома номер 14 по улице Дьяновых, во дворе которого намечается большая стройка, не прошли мирно. В субботу рано утром во дворе появились рабочие. Хотя накануне с мэрией была достигнута договоренность, что все пока оставят на своих местах. Времени нет в 8 утра. Дворовую территорию обнесли лентой, развесили объявления со словами. Стоянка автотранспорта запрещена. Кроме того, спилили три дерева. Престановить начавшееся строительство помог визит главы города, который пообещал помочь найти компромисс. Встреча с застройщиком состоялась уже в понедельник за закрытыми дверями. Застройщик идет навстречу жителям и, соответственно, по максимуму сохраняет те деревья, которые там растут. Соответственно, переносит детскую площадку ровно туда, куда удобно будет жителям. Точнее, не всю детскую площадку, а часть детской площадки. Также застройщик пообещал еще и дополнить детскую площадку дополнительными элементами. Мусорный контейнер в том месте, где он предполагался застройщиком, будет перенесен на новую контейнерную площадку, которая будет организована совместно с домом. То есть контейнерная площадка дома будет совмещена с контейнерной площадкой застройщика. Уже во вторник во дворе дома номер 14 по улице Диановых начнутся работы. Установят строительное ограждение и продолжат спиливать деревья. Такой вариант развития ситуации жителей, конечно, не устраивает. Для нас был бы компромисс тот, если бы нам сказали, что здания там никакого не будет, то, что детская площадка также для детей, она и останется. Но в итоге получается так, что будет все равно по их правилам все сейчас пока. Но мы на этом не останавливаемся. У нас все равно сейчас в прокуратуре письма есть. Мы также и президенту, как я уже до этого говорила, послали письма. По поводу межевания земли будем поднимать вопрос через прокуратуру, юристов будем подключать к этому делу. Мы, конечно, немножко в шоке после этой встречи. То есть администрация, может быть, она и хотела нам помочь, мы точно не знаем. Но помощи, как таковой, мы не получили. В скором времени жители планируют провести пикет у стен областного правительства в надежде, что решить проблему поможет глава региона Павел Коньков. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!